Когда мне сказали, что у меня тест положительный, у меня была паника, потому что рисовалась эта болезнь очень страшная. И мысли такие, а что теперь мне делать, как я вообще буду жить-то, и ребенок тому и будет жить. И вообще ощущение такое было, что ты прокаженная, а вот вокруг тебя все боятся. Конечно, это необычно. Конечно, это, тем более мы же все знали, какие могут быть осложнения, еще что-то, то есть ты настроен на что-то, вот мало ли как бы. Одному с этим не справиться. Если бы не бригада, с которой я работала, с которой мы все работаем, каждый врач работает с бригадой, это очень тяжело. А когда в бригаде акушерки с золотыми руками, которые со светлой головой, вообще умницы, ну это проще. Да, для них все было впервые. Да, в специальных костюмах неудобно и жарко, но они просто делали свою работу, так же, как делают ее всегда, вспоминают акушерки. Весь процесс был не отработанный, пришлось до утра с ней остаться. Выходить-заходить нельзя, жизнь бокса была, поэтому как оделись, так сидели до утра. Как бы, хочешь пить, есть, это не важно. Мы в костюме одеты, надо терпеть и все. Преждевременные роды Галины, а они были следствием коронавирусной инфекции, прошли нормально. Мамочка и ребенок долечивались отдельно. Она в пятой горбольнице, малыш в седьмой детской. Пик больных в этом роддоме пришелся на осень 2020 года. Тогда здесь находилось одновременно по 60-80 пациенток с диагнозом COVID-19. Были и очень тяжелые. 12 женщин после родов пришлось перевести в ковидный госпиталь пятой горки. Эта инфекция не изучена до конца, как влияет она на течение беременности, либо беременность на ее. То, что мы можем видеть, это наше наблюдение. Конечно, увеличивается процент преждевременных родов. Конечно, увеличивается процент вот таких тяжелых, грозных наших акушерских осложнений, как кровотечение. Если коронавирус проявлялся только в виде ОРЗ, роды, в общем-то, протекают штатно. Но на фоне пневмонии, когда есть дыхательная недостаточность, ну, конечно, протекает тяжелее, риска больше. Но, что самое главное, ни одну женщину, ни одного ребенка мы не потеряли. Главный врач с гордостью говорит и о том, что ни одна здоровая женщина коронавирусную инфекцию в их учреждении не подхватила. Красная зона – это отдельные помещения, здесь работают отдельные бригады. К слову, сейчас диагнозом COVID-19 лежат всего две беременные. Еще одна уже вылечилась, готовится к выписке и планирует рожать в этом же роддоме. По крайней мере, первого ребенка я у вас рожала, и второго хотелось бы тоже. А Галина Крель – та самая первая роженица с коронавирусом, говорит ее Ванюшка, которому 1 апреля исполнился год, хорошо развивается, болеет редко, и он очень музыкальный ребенок. Нет, он очень спокойный, он очень жизнерадостный, улыбчивый, он у нас музыкальный, он у нас танцует, он подпевает. Он с самого раннего, вот с первых дней жизни он очень любил и любит слушать дидюлю инструментальную музыку. Ну, я думаю, что это музыкант будущий. Нам сказали, что она нам передавала всем привет и говорила, что нас крепко всех целует. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.